Что объединяет альпийские напевы, аргентинская танго и русскую народную свадьбу? То, что их невозможно представить без гармонии. Но гармонь – это исконно русское название. Самые маленькие из инструментов, в ряду которых есть еще аккордеон и баян. Во всех остальных странах его называют гармоника. Место ему нашлось во многих культурах. Считается, что первая гармоника была изобретена в Берлине в 19 веке. Оттуда она очень быстро распространилась по миру. И особенно ее полюбили в нашей стране. Без нее невозможно представить себе ни концерт, ни вечер в сельском клубе. Но от региона к региону этот инструмент даже поет по-разному. Так звучит трехклавишная елецкая гармонь. Под нее исполняют задорные танцы чернозенья. Вот так – нижегородская, чтобы было слышно по обоим берегам Волги. А это – знаменитая саратовская с колокольчиками. В самые трудные годы войны русская гармошка поддерживала бойцов. Из окопов звучали деревенские частушки, народные песни и, конечно, наигрыши легендарной «Катюши». Ветераны говорили, что родные напевы помогали выживать. «Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, Я влюбленный и смущенный пред тобой, Клен зеленый, да клен пудрявый, Раскудрявый резной». Хромки, тальянки, черепашки – у этого звучного инструмента много вариантов. Впрочем, не все сходу скажут, чем гармонь отличается от баяна. У второго и размер больше, и кнопок. Их называют басами. А аккордеон – это тот, что с черно-белыми клавишами. Правда, в Европе, откуда к нам пришли мехоклавишные инструменты, К музыкальной терминологии относятся проще. В Европе нет такого понятия «баян», это вообще чисто наше. Итальянцы, например, называют все это физгармоника. У них все физгармоника. И французы, они называют все это аккордеонами. Только есть различия там баттон или пьену. Пьену – клавиши, а баттон – кнопки. Приезжаешь в Италию – это наш народный. Приезжаешь во Францию – это наш народный. То есть каждый народ считает аккордеон своим народным инструментом. О том, где бродит одинокая гармонь и что рассказывает Тальяночка, знает музыкант Владимир Бутусов. В его коллекции множество инструментов – от варгана до электробаяна. Впрочем, артист уверен – играть задорные напевы можно на чем угодно. Такой звонкий, яркий инструмент. В России мастерами гармонных дел издавна считались тулики. Ведь местные оружейники – мастера на все руки. Они и ружье соберут, и самовар отольют. Спрос на тульскую однорядку распространился по всей России. Стоит недорого, учиться играть просто. Кустарей, делавших простые гармошки на заказ, объединил Тимофей Воронцов. Продукция его тульской вольно-оружейной гормонной фабрики пользовалась спросом и стала известной далеко за пределами губернии. Народный инструмент стал общерусским. Знаменитые тульские басы – это отличается и в баянах, и в гармониях. И также мелодичность гармонии ни с чем не сравнить. Каждый фабрикант, каждый кустарь стремился сделать гармонии красивыми, потому что звук – это одно, но чисто внешне – это другое. Вот уже 200 лет в Туле делают гармонии, баяны и аккордеоны всех видов. Маленькие ученические, большие профессиональные и заказные с перламутром. Тугой можно продавать. В советское время на смену суровым оружейникам пришли женщины. И до сих пор их ловкие пальцы стучат молотком по резонаторам, прикрепляют язычки, фиксируют клапаны. Когда инструмент собран, за дело берется настройщик. Его задача – сделать звук ровным, где надо подтянуть, чтобы не было фальшивых нот. Ты сам поешь, и они поют. Интересно, что тульские инструменты уважают во всем мире. Особенно их любят в Мексике. Там мариачи, исполнители народных песен, на них играют страстные романсы. Уважают русскую гармонь в Китае и охотно ее покупают. И в этой стране, несмотря на собственные музыкальные фабрики, так и не смогли раскрыть секреты наших мастеров. Все настройщики у нас играющие, так скажем. Ну, естественно, мы с ними работаем, общаемся и извлекаем какие-то выводы для усовершенствования изделий. У нас настройщик настраивает баян на слух. Они настраивают по прибору. Естественно, у них точность не такая, как у нас. И это слышно, естественно, уже звук, получается, аккорды не так звучат. И вообще баян не так звучит уже. Бери гармонь в руки, и не будет скуки. Легка дорожка, если есть гармошка, гласят народные пословицы. Как говорят, гармонь – это инструмент, который прикладываешь к сердцу. Поэтому под переливистый звук растянутых мехов рождаются по-настоящему душевные мелодии.